Сегодня отвечаю на вопросы, которые вы присылали в группу. Итак, первый вопрос. Елена спрашивает, как донести до человека, что его используют и тянут ресурс? Ну, во-первых, нужно понять, как этот человек мыслит, какой парадигме, в каких рамках, и заходить именно через то, что для него понятно. Машины, техник, наука или это больше образное мышление на примерах каких-то фильмов, на примерах каких-то историй. То есть нужно понимать, как он мыслит. Кого-то нужно подводить, кому-то нужно прямо в лоб сказать. Потому что если вы скажете напрямую, не каждый отреагирует адекватно. То есть нужно понимать, в каком он состоянии, на каком уровне сейчас психологической грамотности он находится. И, конечно, это зависит порой не что мы говорим, а как мы говорим. Если мы общаемся конструктивно, без переходов на личности, без того, что мы задевали болевые места, нас могут услышать. То есть вопрос, какая у вас коммуникация. Если, например, вы хотите донести мужу, что его использует мама, и делаете это болезненно, давите на боль, то если вы задели травму или боль человека, все, что он сделает, это от вас просто закроется и отвернется. Также можно работать с собой, слушать себя. Если мы слушаем, слышим себя, если мы в эмпатии, в ассертивности, если мы в гармонии с собой и с миром, мы будем лучше чувствовать других людей. Потому что часто, например, то, что нас очень сильно цепляет, мы видим, что кого-то использует. А почему это цепляет так сильно нас? Почему мы хотим другого человека спасать или становиться на позицию взрослого, на позицию папы, мамы? Ну, хотя, например, в семье, если мужа использует мамаша, это в ущерб вашей семье, конечно, вам это мешает. Использовать я-сообщение, то есть не переходить на личности, не задевать болевые точки этого человека. Если у вас это получается грубо, неуклюже, вы невольно задеваете болевые места, я бы рекомендовала вам самому поработать со специалистом, с терапевтом, с психологом. Потому что, когда мы действительно слышим себя, мы и других людей слышим, чувствуем, и они слышат нас. То есть начни с себя, да, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Ты сможешь кардинально влиять на мир и на других людей, когда, во-первых, ты откажешься от желания влиять. Да, вот такой парадокс. Чтобы получить, нужно отказаться. А для этого нужно пойти внутрь себя. То есть перестать переделывать мир, начать с себя. Ну почему я вот в таких отношениях? Почему так получилось? Почему я это допустила? Почему я это выбрала? Почему меня это так сильно волнует, да? Тоже есть смысл в том числе и обратиться к себе, к своему самочувствию. Второй вопрос. Ирина спрашивает, как объяснить ребенку и оградить его от нехорошего влияния свекрови, если ребенок тянется к ней из-за всей доступности и всей дозволенности, при этом ломает авторитет матери. Если ломает авторитет матери, если бабушка завоевывает авторитет ребенка таким дешевым путем, как все разрешает, то здесь оградить прямая обязанность. Почему? Потому что ребенка можете потерять. Ребенок может стать неуправляемым, невменяемым, потростком сбегать к бабушке, слушаться бабушку. Как объяснить ребенку, смотря сколько ребенку лет? Два годика, три годика на уровне двух-трех лет, да? Как вот с детьми разговаривают? Ребенку шесть-семь лет на уровне вот этом возрастной педагогики. Если тоже переходный возраст, ну, на том уровне, на котором ребенок соображает. Бывают и в семь лет такие дети развитые, бывают и в пять лет развитые, а бывают и в десять лет нужно объяснять более просто. То есть, какая психика у ребенка, как он понимает. И опять же, когда объяснять, смотря в какой позиции находитесь, да, на равных или сверху, но не снизу. Если вы начинаете оправдание, если вы начинаете под ребенка подстраиваться, нет, взрослый, он не должен быть ниже ребенка. Он, по сути, просто поставит перед фактом. И если ребенок, например, ну, три-пять лет, он не будет понимать аргументов, что это такое, ломает авторитет матери. Ну, не будет. То есть, на детском языке надо искать варианты. Опять же, я вот, видите, вашу ситуацию не знаю, какая ситуация, какой ребенок, сколько лет, на каком языке объяснять. То есть, понять, да, на каком он уровне психологического развития и сказать, например, достаточно и не объяснять, а просто, ну, там, пока не получится общаться. Ну, там, пока мы уехали, мы ушли. То есть, выбирать в зависимости от ситуации максимально удобное решение. Чтобы это сделать максимально правильно для вас и не навредить, это только личная работа. То есть, в угадайки, в гадания по интернету я играть не буду. Сколько людей, столько и ситуаций. Следующий Александр спрашивает. Как реагировать на колки, шутки, высказывания, особенно если не обладаешь навыком быстро сориентироваться и огрызнуться? В любой критической ситуации вы не подниметесь на уровень своих ожиданий, а опуститесь на уровень подготовки, говорил мой тренер. Если у вас нет подготовки, то если вы хотите в этом мире жить счастливо, спокойно, не глотать сопли, не давиться слезами, не терять энергию, вам нужно научиться ориентироваться и огрызаться. То есть, защищать свои границы и защищать свое достоинство. А для этого вам нужно повысить самооценку, полюбить себя, а, скорее всего, познакомиться с собой, проработать детские травмы, проработать сценарии. Может быть, когда-то вам это запрещали делать, то есть, вам ломали естественный навык стройки границ. Это мы должны родители учить, но вот с моим взрослым клиентом, наверное, каждая чуть не первая, вторая консультация, я помогаю, наоборот, делать то, чему должны были научить родители. Это навык ориентироваться, навык ставить границы, навык защищаться. Просто без этого навыка по вам будут топтаться все, кто не лень, вас будут иметь все, кто не лень. Вы будете терять время, силы, здоровье, нервы, деньги. И этот навык вот так не берется по щелчку пальцев, он не решается на уровне разума и логики. Он решается через чувства, через эмоции, через подсознание, которое занимает 90%. Чтобы больше понять, что такое подсознание, смотрите мои лекции на ютубе. Быстрее всего реагировать на колки, шутки, навыки помогает личная работа с психологом или с терапевтом, кто в этой нише специализируется. То есть с тренером. Чтобы научиться, нужен тренер. Как вы будете учиться самостоятельно, я не имею никакого понятия, потому что я всегда училась, училась и учусь у разных специалистов необходимым навыкам. Но научиться этому нужно. Какой метод реакции подходит больше вам? Вот посмотрите мое видео на ютубе, у меня там три стратегии реакции на нарциссический абьюз. То есть это может быть защита воинственная, может быть уклонение от конфликта, может отшутиться, может выйти на определенный уровень духа, где тебе все равно. Может прекратить коммуникацию. То есть понять, как реагировать лично вам, надо работать с вами. Потому что, например, у каждого человека своя способность к спорту. У кого-то это танцы, у кого-то это йога, у кого-то это плавание. Кому-то только пробежки, кому-то только прогулки, кому-то качалка, кому-то, ну поняли, кому-то велосипед. То есть не ловать вас под какую-то систему. Я придерживаюсь экологичного подхода в психотерапии, в коучинге. Подобрать то, что самому человеку больше всего подходит. Найти свои сильные стороны и на них опираться. И на них строить стратегию защиты и реакции. То есть если вы плохо реагируете, с запозданием тупите. А это, скорее всего, ключи в детстве. Надо проработать ваши психотравмы, ваши детско-родительские сценарии. То есть переучить вашу психику по-другому. Как это сделать в моей программе, в курсах. Я знаю, как самостоятельно человеку сделать. Я не знаю, потому что у меня не получилось. Я после психфака долгие годы учусь и продолжаю учиться. Следующий. Ирина спрашивает. Как восстанавливаться после вынужденных встреч со свекровью и не злиться на мужа? Ведь это его мама. Почему он не сирота? Как восстанавливаться после вынужденных встреч со свекровью? Популярный вопрос. Хочу вам напомнить, что вы свободный человек, живете в свободном государстве. Никто не имеет права вас заставлять. Вы можете не допускать свою жизнь в насилие. Не хотите, не встречаетесь. Не хотите, не общаетесь. Вы не маленькая девочка, которая должна отпрашиваться у мамы или у папы. Если муж вас так прогибает, то проблема с вашими границами и с вашей самооценкой. А к нам относятся, как мы позволяем. То есть, если, например, при отказе муж говорит, тогда я с тобой разведусь. У вас проблемы с мужем и с собственной самооценкой. А со свекровью это уже следствие. И не злиться на мужа. Понимаете, ваша злость на мужа, она в данном случае указывает на что-то очень важное и ценное. Например, вас насилуют. Вас заставляют. К вам проявляют абьюз. Мать может быть нарциссичная, а он заставляет. То есть, злость, она вас уберегает от какого-то негатива и хочет, чтобы вы сделали какое-то действие. Например, разозлился человек. Пошел, послал всех токсов, всех абьюзеров, которые над ним издевались. И зажил спокойно и счастливо. Выкинул из своей жизни людей, которые топчутся по его психике грязными ботинками, плюют и харкают ему в душу. Злость – это великолепнейшее чувство. У меня есть курсы, у меня есть программы, в которых я помогаю работать со злостью. Поэтому эта злость проецируется на мужа, но с ней надо поработать. И научиться говорить «нет», научиться себя отстаивать. Вы не в рабстве, вы не маленькая девочка. То есть, почему вы в позиции ребенка? Вот там муж меня заставляет, читая между строк, заставляет общаться с мамой. Не заставляет. Если вы вспомните, что вы взрослый человек и вправе выбирать, где, когда и с кем. Жить станет намного проще. Ведь это его мама, почему он не сирота? Вы пишете, представляете, у всех мальчиков, девочек, взрослых мужчин, женщин, есть мамы, которые их родили. Но не все невестки позволили свекрови испортить себе жизнь. У вас как бы такая несколько детская позиция. Ой, вот лишь бы, хоть бы ее не было. Да, ребенок хочет, чтобы ее не было. Не было какого-то человека, чтобы был горшок с золотом. Вы взрослый человек, вам надо учиться, как и большинству, кто пишет такие вопросы. Вам нужно учиться выстраиванию отношений со взрослыми людьми. Взять на себе ответственность. Научиться говорить нет. Да, и часто это не получается. По щелчку пальцев нужно проделать глубокую работу с собой, с чувствами. То есть психотерапия, это не разовая консультация, как многие пытаются какую-то волшебную таблетку найти. Это серьезный фитнес-труд над собой. Я называю это нейрофитнес. Чтобы вы спокойно могли отстаивать себя, отстаивать границы, говорить нет токсичной свекрови без чувства вины. И не боялись, что муж вас задавит и выбирали себя. Вот такую женщину, которая ценит и любит себя, будут ценить, любить и мужчины, и окружающие, и на работе. У нее будет больше всего денег, счастья, любви. Поэтому как восстанавливаться после вынужденных встреч со свекровью? Ну, во-первых, перестать себя насиловать, перестать себя предавать. Вот я не хочу с человеком общаться, да? Я не общаюсь. Например, когда меня обидела очень сильно, ни за что, ни про что родная мать, я сказала, пока ты передо мной не извинишься, не поймешь, что ты натворила, я не буду с тобой общаться. Потому что я выбираю себя. Потому что я не хочу задыхаться от боли, от обиды, болеть, глотать ту грязь, которую ты на меня вылила совершенно неоправданно. Поэтому как восстанавливаться после абьюза, это уже другой вопрос. Если у вас какая-то была вынужденная встреча, мы уже столкнулись недавно, если на вас напали, унизили, обидели, но это уже в терапию. То есть научиться восстанавливаться – это навык. Вот как мы за навыком приходим к тренеру, к педагогу, к репетитору, за таким навыком вы приходите в психотерапию. Как восстанавливаться, научиться этому? Почему? Это курс проходить, программу проходить. Вот так это по какому-то волшебному слову щелчку пальцев не делается. То есть у вас два вопроса. Сначала не допускать такого. Если все-таки допустили уметь работать с чувствами, уметь работать с ресурсами. Вот вы, например, если научились работать с телом и делать красоту, то какую бы вы красоту не делали, какие бы красивые вещи не одевали, какие бы пластики не делали, если вам внутри хреново, вы это хреново с собой везете на Мальдивы, на Марс, куда угодно. Поэтому нужно научиться красиво делать внутри. Красиво психологически. Восстанавливаться, не предавать себе, не общаться. Вот рецепт психологического счастья – не общаться с людьми, от которых вам плохо. Если у вас это не получается, значит, этому надо учиться. Как учиться красить ногти, волосы, ходить, писать, делать тело – так и этому учиться. Если вы хотите поменять свою жизнь, вы возьмете на себе ответственность и пойдете этим путем. Многие не захотят, а не будут сидеть в жертве, жаловаться, и ничего в их жизни не изменится. Это тоже выбор каждого человека. То есть успех, мои дорогие, счастливая жизнь, счастливая семья, здоровая психика, здоровье, счастье. Успех – это ответственность. Это не везение. Это та ответственность, которую я готов брать. С кем общаться, с кем не общаться. Если у меня не получается, у меня вот много чего не получается. В этой жизни я чему-то учусь. Я иду и беру себе инструктора, я иду и беру себе наставника, я иду и беру себе репетитора. Вам никто не мешает взять себе коуча, психолога, психотерапевта, кто в теме, и этому научиться. Никто не мешает вам жить счастливо, кроме вас самих, вашего выбора. Следующий. Юлия спрашивает. Как не бояться агрессивного нарцисса при вынужденном нахождении рядом с ним? Как не вовлекаться в их игры? У меня целый плейлист на ютубе посвящен, где вот все это подробно разобрано в 100 видео. Я, конечно, вам кратко отвечу, но это все можно рассмотреть в 100 видео на моем ютубе. Как не бояться агрессивного нарцисса, если вы вынуждены находитесь рядом с ним? Опять повторюсь словами моего тренера, этот концепт применен везде. В любой критической, кризисной ситуации вы опуститесь на уровень подготовки. То есть, что вы умеете, то у вас и будет. Вот, например, на вас напал какой-то агрессивный наркоман в темном переулке. У вас, если есть подготовка, вы отреагируете, убежите, отобьетесь, воспользуетесь разрешенными средствами самообороны. Если у вас такой подготовки нет, вы можете спасть в ступор или вам вас просто покалечит. Вот здесь то же самое. Не бояться агрессивно настроенного нарцисса вы можете подготовиться, если он физически нападает, пойти курсы самообороны. Можете? Можете. Как психологически не бояться его, нужно пройти курсы психологической подготовки. У меня есть программа антинарцисс, защита от нарцисса, суперсила защиты от нарцисса, где как раз мои клиенты обладевают навыком не бояться нарциссов. То есть, это прокачка личной силы. Это тоже вот так вот не делается по щелчку пальцев. Это процесс. Вы приходите и этот навык прокачиваете у себя. В среднем нужно от месяца до двух минимум для первых сильных результатов. Вот и все. Как не вовлекаться в игры нарцисса, понять, за что нарцисс цепляет, и не вовлекаться в нарциссический морок, в нарциссический абьюз. Об этом тоже в моей программе антинарцисс. Там 30 упражнений, которые как раз помогают не вовлекаться в нарциссический абьюз. Следующий. Ксения спрашивает. Рассталась с мужчиной, у которого слияние с мамой. Как перестать видеть в каждом мужчине, с которым потенциально могут быть отношения маменкиного сыночка. Ксения, у вас, скорее всего, травма не прожита. Вот эта боль не пережита. Когда считается ситуация закрыта? Травма закрыта. Когда вы вспоминаете произошедшее как опыт, а не как травму. То есть, если вы видите в каждом маменкиного сыночка, значит, ваша психика, ваша душа вам сигнализирует о себе позаботиться. У вас есть боль, и вы в каждом видите маменкиного сынка. То есть, подсознание пытается уберечь, и вы можете отталкивать даже хороших мужчин. Это делает психотерапией. Не очень с любовью отношусь к современной психологии, потому что я больше фанатка психотерапии, а не медикаментозной. Медикаментозной занимается психиатр, психотерапевт, врач. Не медикаментозной терапией, слово, работа с чувствами, с эмоциями, исцеление от боли, может заниматься психолог, психотерапевт, который прошел подготовку. То есть, психотерапия, исцеление души. Вам надо эту боль исцелить, успокоиться, и вы будете вспоминать, ну, как опыт, ну, было-было. Ну, мужики-то классные есть, вот с ними строить отношения. Это надо будет, видимо, исцелить боль, исцелить травму, которую он вам нанес. Собрать себя по частям, и тогда вы будете спокойно общаться и построить значимые отношения с достойным мужчиной. Отношения с маминкиными сынками травмируют, конечно, очень сильно. От этого шок. Вот, поэтому эту боль просто нужно исцелить. В каком состоянии ваша психика, я не знаю. Меня часто спрашивают, сколько нужно времени, да, чтобы исцелиться, например, после абьюза, или после, там, отношений с маминкиным сынком, или после нарцисса. Я говорю, друзья, вот представьте машина, да, есть три степени аварии. Легкая, средняя, тяжелая. Например, в вас вписались, там, да, бочину вам помяли. Или помяли бампер, задели фару. Но ремонт, там, легкий, недорогой. Есть средняя тяжесть, а есть, там, может быть, вы встряли на миллион, да, то есть машина перевернулась после аварии, и ее надо восстанавливать. То же самое с психикой. Я не знаю, в каком состоянии ваша психика. Может быть, у вас расстройства тревожно-депрессивные. Может быть, вам нужен психиатр. А может быть, вам хватит месяца двух, то есть это легкая степень повреждения, хватит, ну, буквально, там, 10 сеансов терапии, чтобы это исцелить. Вы забыли эту боль и спокойно жили, видели нормальных мужчин. Ну, был-был какой-то маменькин сыночек, да. Вот, то есть психика пытается уберечь и понять, ну, в какое состояние у вас. Это, конечно, минимум нужно встретиться, познакомиться со специалистом, да, продиагностировать свою ситуацию. И там какой-то примерный прогноз поставить, сколько надо занятий, да, сколько нужно сессии, какой интенсивностью, какая методика вам подходит. Вот, поэтому ваше подсознание вас защищает от боли. Но попутно закрывает доступ к другим мужчинам. Нужно работать с психикой, с подсознанием, исцелить эту боль, отпустить ее и просто вспоминать как опыт. Когда считается проработана травмирующая ситуация, я просто вспоминаю как опыт. Я не желаю зла, я не плачу, я не хочу набить морду. Просто когда-то это было. Закрыли дверь в прошлое и пошли дальше. Но сами этого люди делать не могут, вот кроме, может быть, таких, как я или мои коллеги, которые 20 лет терапией занимаются, и то не все я с собой могу сделать. Хотя многое. Ну, я в этом 20 лет. Хотя операцию сам себе тоже не сделаешь, иногда нужно обращаться к специалисту. А большинство людей просто это делать не умеют. Не потому что они плохие, да хорошие люди. Человек не знает, как это сделать. Например, я знаю, психолог знает, какой-то терапевт знает. Поэтому обращайтесь к специалисту, если вам тяжело. Если вы, например, обратите к специалисту, вы просто сэкономите годы. А так вы можете годами эту травму в себе носить и сливать хороших мужчин и не получать семейного счастья, женского счастья. Выбор за вами. Так, Юлия, как объяснить мужу, что жена не обязана быть частью семьи его мамы? Ну, здесь, конечно, надо было по-хорошему до брака. Хотя много позитивных опытов. Ну, как объяснять? Вот я, конечно, начала уже, да, первое. Смотрите. Во-первых, понять, как мыслит муж. Надо понимать, как мыслит человек. Если вы понимаете, как он мыслит, то вы без труда сможете ему эти вещи объяснить. Второе. Ни в коем случае не ругаться, не скандалить, не говорить, какая мама его плохая, какой он дурак. Вы таким образом только оттолкнете от себя человека. Кто-то понимает больше логику. Кто-то примеры фильмов книг. Кто-то семейную терапию. Кто-то какие-то умные книги. Кто-то на примере фильмов. Кто-то на примере значимых людей. То есть, именно поставить перед фактом, что ваша позиция такая. Хотя, конечно, если вы с самого начала, например, как бы вливались в их семью, тут уже, видите, придется договариваться между собой. Короче, здесь три ключа. Коммуникация с мужем. Аргументы. Но самое главное, запомните, это ваше состояние. Если вы действуете сильной позицией, сильной, энергетически наполненной, женской, уверенной в себе, не баба с веслом быдло, не тряпка половая, а женщина с достоинством, с энергией, уважая себя, уважая другого, веду диалог в конструктивном ключе. Это шансы, что мужчина вас услышит, очень большие. И очень многие помогали мужу сепарироваться от мамы и жить своей семьей. Я, кстати, здесь в группе прямо выкладывала, вот закрепленные видео в группе есть, там детокс от токсичной свекрови, мужа от токсичной свекрови, там прямо целый пункт. То есть вообще вот все вопросы однотипные, я на все это много раз отвечала, поэтому вы можете зайти на мой YouTube канал, там есть плейлист «Свекровь и невестка. Мир или война?». И там, ну, большинство вопросов разобрано не так вот, да, ну, понимаете, тут минут пять на каждого человека, а там часовые видео, не видео, а в смысле там видео 300, да, ну, много часов. Каждый найдет ответ на свой вопрос. И также нужно понимать, есть та часть, которую мы можем сделать сами, осознание, книги, видео. А есть та часть, которую мы можем сделать только со специалистом. Например, как бы вы не любили свою машину, не увлекались, вы не сможете ее починить так, как в сервисе. И нужно понимать, что если психика или зона отношений с мужем в просадке, если там капец авария, он слушает маму, то лучше пойти к семейному специалисту, подчинить эту ситуацию, подчинить свою психику, подчинить ситуацию с мамой, чем пытаться, тыкаться, мыкаться самим, попутно там доведя себя до нервного срыва или до развода. Просто со специалистом гораздо быстрее, конечно. А есть там некоторые говорят о вопрос деньгах. Ну, я не знаю, во сколько можно оценить семейное счастье, но, наверное, развод и дети без отца это гораздо дороже, чем обратиться к качественному мозгоправу. Ну, опять же, каждый сам для себя решает. Единственное, что я замечаю у некоторых, это годами человек ищет волшебную таблетку или там какой-то волшебный концепт. Здесь никакого волшебства нет. Либо вы идете к специалисту и это делаете, либо вы просто будете годами ходить и ваша проблема, она только еще больше вырастет. Она сама собой не решится. Следующий. Татьяна, как проработать свои негативные эмоции после общения с токсичными людьми, со свекровью? Как не перекладывать эту злобу на других людей? Татьяна, у меня вот в июле была распродажа курсов. Там проработать злость. На свекровь. Есть злость? Есть. Негативные эмоции. Обида есть? Есть. Чувство вины есть? Есть. Ненависть есть? Есть. Боль есть? Есть. Может быть, страх. Там как раз курсы, как проработать. Я в них дала как. Как бы рассказывать сейчас нет смысла. То есть это надо просто делать. Брать технологии и делать. Или идти к психологу. Так еще быстрее, чем самостоятельно заниматься по курсам. У меня есть на странице ссылка на мой магазин. Там можно эти курсы приобрести и проработать. То есть эти технологии я бесплатно и другие психологи в интернете обычно не дают. Потому что очень просто образование психологов встает в миллионы. Первое. Второе. Это просто часто невозможно самостоятельно. Например, я выкладываю курсы на продажу. Где-то половина потом ко мне бежит с вопросом, что дальше. То есть человек пошел, уткнулся. Это самому сну, что машину по ютубу чинить. Что-то вы починить можете легкую поломку. А если поломка машины сложная, без обращения в сервис никак. А что вы хотите от мозга и от психики? Мозг и психика, нервная система гораздо сложнее, чем устройство самого дорогого автомобиля. Ну, у большинства людей. Не будем брать тех, у кого мозги усохли. Короче, как проработать негативные эмоции? Идете в группы психологические, идете к психологу, к психотерапевту. И эти эмоции прорабатываете. Как сделать самостоятельно, я не имею понятия. Я училась на психфайке, на десятках, сотнях курсов. Брала индивидуальные групповые программы. И продолжаю учиться. Не стою на месте, психотерапия на месте не стоит. Будете так действовать, вы свои проблемы решите. Не будете делать, будете просто писать об этом в интернете, ваша проблема не решится. Все просто. Так, следующее. Катюня. Как после переломных моментов в жизни, например, были в браке и развелись, или имущество, надо начинать все с нуля. Не считать, что чувства, причиняющие боли, лежалось враждебными. Не поставить себе эмоциональный блок, переключаясь на что угодно, лишь бы не думать, не вспоминать, не чувствовать. Люди думают, что они зачерствели, а на самом деле забивают своего внутреннего ребенка до смерти. Вот это все делается в психотерапии. У меня даже курс был исцеления внутреннего ребенка. Смотрите, у меня там есть пакет курсов. Там 10, что ли, или 12 курсов. Там, короче, эти чувства надо просто прорабатывать, просто брать и делать. Можете взять этот пакет, можете к какому-то другому психологу пойти. Нужно брать и делать. Приходить на занятия и заниматься. У меня есть техники, я выкладывала в бесплатном доступе, пробный, да, как работать с чувствами. Поэтому берете и делайте. Так, последний вопрос. Лали спрашивает. Как объяснить мужу, что действия свекрови плохие, неуважительные, оскорбительные, направленные на разрушение семьи, если супруг говорит, что в этом такого? Здесь опять это следствие. Вопрос, почему со мной не считаются? Почему мое слово для мужа не веское, неуважительное, понимаете? То есть вопрос, как вы себя ставите, как вы мужа убеждаете. Если муж говорит, что в этом такого, ну для тебя может быть ничего, для меня это важно, для меня это недопустимо. Я такого не признаю, мне такое не надо. Я не готова с этим мириться. Сказали, поставили перед фактом, без трясучки, без чувства вины. И не даете себя прогнуть и манипулировать. И вас либо уважают, либо, если это абьюзер, он будет вас пытаться разрушать, и скорее всего вы от него уйдете. Оба варианта, как вы видите, работают на пользу. Почему? Потому что жить с человеком, который тебя унижает и не слышит, это верный способ лечь в больницу с тяжелым заболеванием. Поэтому я бы вам рекомендовала не в сторону мужа смотреть, как ему объяснить, а в сторону себя. А как я так доношу, что меня не слышат? Скорее всего вас прогибают. Скорее всего у вас вопрос с границами. Скорее всего вопрос с самооценкой. Потому что когда вы с позицией силы, вы говорите нет, значит нет. Дальше не на полшишечки. Если вы так твердо, нет, не умеете говорить, вам надо работать самооценкой, с границами, опять этим занимается психотерапия. Ну как бы в принципе я здесь и сделала этот проект для того, чтобы видео выкладываю, чтобы помочь вам стать психологически больше грамотными. А это дает личные границы, внутреннюю опору, самоуважение, крепкую самооценку и спокойную и счастливую жизнь с теми людьми, с кем вам комфортно. Поэтому поработать с собой, со своей самооценкой и проанализировать, почему муж не слышит. Может быть вы даете себя прогнуть, может быть он с вами не считается, может быть он вас не слышит, может быть в нем абьюзивные черты, может быть он от мамы не сепарировался. Но просто вот эти все вопросы, конечно, раз по сто я разбирала. Вся информация есть в плане более подробных разборов, потому что это разбиралось часами в плейлисте «Свекровь и невестка». Я, естественно, это повторять сейчас не смогу. Есть в закрепленном посте как раз пошаговый скрипт. То есть я вот эти все периодически выкладываю вещи. Вы не только посты читаете, но и смотрите, какой контент выкладывается на канале. Видео и посты от меня. То есть в принципе я это все объясняла. Поэтому начать с себя. Почему с вами не считается, почему я это пропускаю. И учиться говорить твердо и нет. С позиции силы не давать себя прогнуть и заставить людей себя уважать. Считаться со своим мнением. Если вы боитесь развода, ну живите с абьюзером. Вам это никто не мешает. Я опять накидала примерные варианты, исходя из того, что мне вспомнилось с моей практики. У вас может быть еще какой-то нюанс. Нюансы. И скорее всего они есть. Скорее всего я вашу ситуацию полностью не знаю. И поэтому я могу предположить, но не дать вам стопроцентный рецепт лечения проблемы. Например, когда ко мне на диагностику приходит. В большинстве случаев я даю пошаговый план. Что делать? Что в такой ситуации делать? Начать все-таки с диагностики. Где у вас слабые места? Вот например машина барахлит или сломанная. Все начинается с диагностики. Не с починки, а с диагностики. Где слабые места? Что у машины поломалось? Что у машины барахлит? Вот у вас здесь, какая зона у вас тут в поломке, в просадке? Почему муж вас не слышит? Почему вы не можете донести? Почему свекровь внедряется? Провести диагностику и составить, так сказать, план починки проблемы. Я бы вот лично начала с этого. Все, всем спасибо. Информацию о курсах и программах я оставлю под видео. Меня зовут Юлия Новикова. Я психолог, коуч, автор бестселлера «Свекровь и невестка. Мир или война?». Моя книга стала бестом в первый месяц продаж. Бестселлера «Свекровь и невестка. Мир и невестка. Мир и невестки. 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 М